Магазин Мир Вышивки Всем привет! Смотрите, какая огромная посылка мне пришла из магазина Мир Вышивки. Я все думала, как же она будет упакована. Метр посылка. Ну, сейчас посмотрим, что в ней. Вот такая посылочка мне пришла. Интересная. На этот раз я, кроме наборчиков, еще кое-что заказала. Для тех, кто не знает, у меня для вас есть скидка в магазине Мир Вышивки на вашу первую покупку. Скидка 10% по промокоду Инесса. Вся информация есть в инфобоксе. А в конце я вам расскажу, как воспользоваться ссылкой, если вы снимаете видео, как получить 7% скидку. Потому что многие девочки мне в личку пишут, этот вопрос задают. И я в конце видео об этом поподробнее расскажу. А также мы с вами в конце видео посмотрим вот этот каталог от фирмы Чудесная Игла. У Чудесной Иглы очень много новинок в последнее время. И мне интересно вместе с вами будет полистать вот этот каталог и посмотреть, что же там за новинки. Наверняка ваше внимание привлекла вот эта вот деревянная коробочка. Вот эта вот коробочка. Но вы вряд ли догадаетесь, что это. В магазине Мир Вышивки есть сопутствующие товары, которые не относятся к вышивке, к вязанию и к другому виду рукоделия. Ну а мне, как огороднику, это очень интересно. Кстати, я думаю, что многим женщинам тоже это будет интересно. Потому что практически все женщины выращивают комнатные цветы. И посмотрите, что я там нашла. Это эко-куб. Во-первых, мне интересно, что это такое. А во-вторых, я давно искала семена гранатового дерева. Это комнатное гранатовое дерево, карликовое дерево. Но отдельно семян я не нашла. И попался мне вот такой эко-куб. Но распаковку этого эко-куба и сажать семена я буду на своем канале Солнечный Цветок. Если вам интересно, подписывайтесь на канал Солнечный Цветок. Это мой садово-огородный канал. Там, кстати, подписчиков уже больше, чем на канале Вышивка Плюс. И там я показываю свой огород. Ну и логично будет показать там распаковку и посадку вот этого дерева. Ну, если вам интересно, то подписаться на канал несложно. Сюда в ленту я тоже добавлю это видео, чтобы вышивальщицы, которые пропустили этот ролик, тоже могли посмотреть. Так, ну и что же дальше? А дальше у нас вот такая вот длинная труба. Кто догадался, что это? Упаковано вот так вот, завернуто в папочки. Кстати, размерчик, да, внушительный. Девочки, это фотофон. Сейчас я распакую и посмотрю. Там, конечно, выбор огромный, фотофонов. Но какой был в наличии, такой я заказала. И выбирала тот, что подешевле. Там есть подороже, я выбирала тот, что подешевле. Но я пока еще не уверена, часто я буду пользоваться им или нет. Если буду пользоваться часто, то, конечно же, закажу потом еще. В общем, мне на пробу. Ну и сейчас мы с вами посмотрим. Еще вот резиночки одеты. Он тонкий. Вот такого вот цвета. Мне хотелось, конечно, белого. Но белого в наличии не было. Был вот такой немножко голубоватый. Я давно искала какую-нибудь бумагу, чтобы использовать ее для фотофона. Уже думала приспособить пленку. Такая самоклеющаяся пленка. Но она блестящая, глянцевая. И на ней будут блики или отражения. Ну, в общем, вот такой фон. Вы знаете, я планировала его наклеить на дощечку. И эту дощечку куда-нибудь за шкаф убирать. Потому что каждый раз вот так стелить тонкую такую бумагу... Ну, пока я не знаю. В общем, я еще пока не решила, как это будет все у меня выглядеть. Потому что нужно еще такого размера мне стол найти. Вот здесь вот на балконе стол. В принципе, по ширине... Вот по ширине. По ширине подходит. Вот сейчас мы посмотрим, как это выглядит. Вот видите, да? Потому что у меня на кухне стол уже старенький. На нем царапины. И когда я снимаю близко макросъемку, какие-то мастер-классы, то некрасиво это смотрится. Ну, и также делать фотографии своих работ. В общем-то, я думаю, прекрасно. За 150 рублей вообще шикарно. Ну, и сейчас наше с вами любимое. Это наборчики. Это мои любимые покупки наборчики. Помните, мы с вами в трансляции как-то обсуждали. И я говорила, что есть у наших производителей наборы интересные. И очень похожие на сэмплеры. Ну, вроде что-то среднее, да? Такое между картинами и сэмплерами. Вот именно этим мне приглянулись вот эти наборы от фирмы Мария Искусница. Сейчас поближе я вам покажу. Это вот такой наборчик из серии ботанические зарисовки. Кстати, эта серия очень большая. Там очень много разных ботанических зарисовок. Вот этот вот набор каштан. Называется каштан. И обратите внимание, вот эти вот жучки, паучки и бабочка вышиваются на кусочках льна другого цвета. Здесь в наборе лен 28-й. Основа линда 27-я, а вот эти кусочки лен 28-й. В общем, мне вышивать будет несложно, потому что я на 14-м каунте нормально вышиваю, и на линде вышиваю, и на льне я пробовала вышивать. В общем, меня здесь все устраивает. Единственное, вот эти разбросанные детали без разметки мне очень сложно будет вышивать. Наверное, придется как-то размечать. И вот эти вот кусочки потом нашиваются сверху. Вот согласитесь, необычно и очень интересно. Естественно, в пару к нему я заказала вот такой второй наборчик. Называется шиповник. Ну, я люблю цветы, розы люблю. В общем, вот такой шиповник. Здесь тоже жучки и бабочка. Тоже серия ботанические зарисовки. Я уже вышивала наборы Марии Скусницы. Очень нравятся мне ниточки Финка. Еще больше мне нравятся вот эти вот сумочки, куда можно складывать процессы. В общем, наборчики просто замечательные. Сейчас мы вскроем один из наборов и посмотрим, какой там лен, какие комплектующие. В принципе, здесь вот так вот понятно более-менее. Но все равно посмотрим цветовую гамму ниток. Вот видите, да, здесь основа белая линда, а лен вот такой вот серый или молочный он или серый. Сейчас посмотрим. Не всегда на превью цвет точь-в-точь передается. А здесь наоборот. Вот здесь наоборот. Я думаю, когда две работы вот так будут рядом висеть, они очень красиво будут смотреться. Ну, в общем, сейчас достанем, посмотрим. Конечно же, я буду вскрывать шиповник. Я люблю цветы. Так, вот такая теперь наклейка голографическая на наборах Марии Скусницы. Так, раньше ее не было. Обожаю вот эти сумочки, они не рвутся. Вот сколько я вышиваю процесс, и сумочка не рвется. Так, вижу схему. Схемка, схемка. Так, а схемка черно-белая. Я, кстати, не помню, какая у меня была схема до этого. Так, ну, в принципе, схемы показывать на видео нельзя. Я думаю, что я их, в общем-то, доставать не буду сейчас эти схемы. Единственное, вот вам хочу показать фрагмент схемы, чтобы вы представляли, какая это схема. Схемка черно-белая в этих наборах. Вот здесь большое количество фрузелков. Кстати, я очень люблю заменять фрузелки на бисеринки. Возможно, здесь я тоже это сделаю. Вот они, желтые фрузелочки. Так, ниточки. Очень люблю вот эти планшеточки. Вроде как-то стандартно у нас планшетки с дырочками, да? А здесь вот такие прорези. Я думала, что нитки будут плохо держаться, но нет, нитки замечательно держатся. Когда вытаскиваем вот отсюда одну ниточку, остальные не вылазят. Я была удивлена. Первый раз, когда увидела эти планшетки, как-то мне не очень понравилось. А потом в процессе работы я была довольна этими планшетками. Вот такие вот ниточки. Вообще, большая палитра цветов. Размер работы 30 на 30 сантиметров. И используются 38 цветов. Бленды так, не знаю, есть, не знаю, нет. Надо посмотреть в ключе. Но посмотрите, вот нитки, каких только нет, да, расцветок. Всех цветов радуги. Обалденные нитки. Обалденные нитки. Так, и теперь лен. Вот такой вот лен. Вот здесь вот надо разрезать два кусочка льна. Потом бахромушечки сами уже будем ниточки выдергивать. Вот здесь, видите, да, бахрома. Это нужно самим делать. Лен не темный. Как видите, лен светлый. То есть на картинке как-то на превью более контрастно, мне кажется, смотрится. А здесь вот вживую смотрится светлее. Очень красиво. Вы знаете, вот это сочетание вот так сейчас лежит рядом. Мне нравится. Очень красиво. Вот Линда. Очень люблю вышивать я на Линде. Иголочка золотая, девочки. Иголочка полностью золотая. Ни разу еще у меня не было в наборе полностью золотой иглы. Ну, мелочь. Мелочь, а приятно. Ну, в общем, вот такой вот наборчик. Но сейчас я посмотрю, есть ли бленды. Хотя, в принципе, я думаю, что разница-то небольшая. Есть бленды или нет блендов. Какая разница, по сути-то. Мне, например, нет разницы брать две ниточки одного цвета или брать две ниточки разного цвета. Но все-таки, если вам интересно, я сейчас скажу просто так для информации, какие техники здесь используются. Во всех наборах фирмы Марии Искусницы есть гарантийный талон. Я, правда, не знаю, кто-нибудь пользовался им или нет. Я не пользовалась. Так, что мы видим? Полный крест в две нити, полный крест в одну нить, французские узелки. И шов назад иголку в одну нить. Это, то есть, бэкстич. Так, я пока не вижу здесь блендов, каких-то других техник. В принципе, все стандартно. Все стандартно. Вот, но посмотрите, конечно же, очень много бэкстича. Бэкстич практически везде. И бэкстич разного цвета. Ну, сейчас во многих наборах есть бэкстичи. Вот, смотрите, помечено, где пришивать, куда пришивать. А вот знаете, что для меня сложно на равномерке? Это рассчитать расстояние вот между фрагментами. Потому что можно ошибиться не на целую клетку, а на половину клеточки. На одну нитку. Мы же вышиваем через две нитки переплетения. На линде. И вот сложновато. Но, я думаю, здесь не критично. В принципе, вот элементы разброса на детали. Я думаю, здесь даже если немножечко ошибиться, это не критично. Так, написано ботанические зарисовки. Это тоже вышивается. Вот, вышивается крестом. Причем вот так два цвета. Я все-таки надпись буду писать. Я сначала думала, не знаю писать надпись, не знаю нет. В принципе, красиво смотрится. А, вот шиповник. Шиповник. А там каштан. Это шов назад иголку. Бэкстич. Ну, в общем, вот такой вот классненький наборчик. Очень мне понравился. Ну, и каштан тоже. Там еще есть другие. Ну, вот я как-то выбрала два. Думаю, ну, всю серию, конечно же, я не буду покупать. Потому что еще неизвестно, вышью ее или нет. А эти уж я наверняка вышью. Так, и смотрите, что интересно. Вот сейчас смотрите, что интересно. А канва-то отличается. Я думала, что здесь одинаковая канва. А она здесь отличается. Вот сейчас я вам приложу. Смотрите. Здесь у нас идет канва. Вот такая кофейного цвета. Линда. И лен серого цвета. Вот, то есть, лен одинакового цвета получается. Вот, смотрите. Вот, лен одинакового цвета. А основы разные. То есть, здесь белая, здесь кофейная. В общем, вот так. Ну, в любом случае, мне кажется, рядом будет нормально смотреться. А судя по превью, вот если мы будем смотреть на превью, здесь кажется, что основа вот такая, да, похожего цвета. Но это всегда так, когда обрабатываются фотографии. Каждый фотоаппарат передает по-своему и не всегда может правильно передать. И вот что интересно. На темном фоне вот этот кусочек смотрится белее, да, чем вот этот кусочек. То есть, вот эти кусочки льна, они одинакового цвета. А если мы вот так смотрим, то кажется, что они разного цвета. Вот, хотя, может быть, потому что это на белом фоне, а это на темном фоне. Это оптический обман зрения. Вот, ну, в принципе, это не так важно, конечно же. Ну, просто мне вот интересно было сравнить, вот как мы смотрим на превью и как мы смотрим на готовый набор, да, когда он в руках уже, и на готовую картину. Здесь все-таки есть разница. Еще хочу вам сказать, что девочки, которые были на формуле рукоделия и видели вживую вот эти картины, они говорят, что смотрятся они прекрасно. Вся эта ботаническая серия, она смотрится обалденно. Так, ну что, теперь посмотрим с вами каталог. Вот сейчас вы видите фотофон в действии, а также кактусы от волшебной страны, которые я вышила. О них есть отдельное видео. Так, сейчас мы с вами будем смотреть каталог. В принципе, мне кажется, неплохо смотрится фотофон. Я думала, он будет очень яркий, но нет. Мне кажется, очень даже симпатично смотрится. Так, ну что, чудесная игла. Каталог 2019 год, каталог номер один. На самом деле у чудесной иглы, ну, вы знаете, я давняя поклонница фирмы чудесная игла. У меня много готовых работ вышло от этой фирмы. Что хочу сказать. Вот эти флоксы и тысячелистник на серой конве с бабочками, ну, этот обязательно набор будет в моей коллекции наборов. Он мне сразу понравился. Вот этот прозрачный кувшинчик, все хорошо так проработано. На 14 конве 24 на 33 сантиметра. То есть, понятно, что я бы скупила всю серию, но так объективно, если смотреть, да, взвешивать свои силы, конечно же, все это я не вышью. Но вот этот кувшинчик мне очень хотелось бы приобрести. Вот еще, смотрите, есть мак и часики. Мак и часики. А почему часики? Я не знаю, что такое, где тут часики, но почему-то называется мак и часики. Клематисы, очень красивые клематисы. Но люблю я ягодки, цветочки, ромашки и смородины очень нравятся. Вот еще хлопок и черника и яблоневый цвет. Вот я бы из всей этой серии приобрела бы флоксы и тысячелистник, и вот эти вот ягодки и ромашки. Очень красивые. А вот розочка у меня уже есть. Одна из этих розочек. Вот такая вот розочка. У меня есть. Вы видели в предыдущем видео эту розочку. Кстати, можно вышивать ее на одежде. Если купить водорастворимую канву, очень красиво будет на маечке смотреться. Из кармашка как будто она выглядывает. Я уже об этом говорила. Очень даже классный. Так, вот такая вот картина. Снежная обитель. Очень красивые пейзажи. У чудесной иглы у меня есть уже несколько наборов. И вот Dolce Vita я вышла. Очень красивая получилась картина. Недавно я буквально закончила. Так, ретро-автомобиль. Ретро-автомобиль Cadillac. Это немножечко не моя тематика. Но, в принципе, наборчики интересные. Кто любит такую тематику. Вот для вас. Смотрите, какая серия. Здесь две. Две машинки. А вот это симпатичная серия. Зимний домик и зимний коттедж. Очень красивые. Но, так, во-первых, 16-я канва. Ну, в принципе, 16-ю тоже я нормально вышиваю на 16-й. Люблю большие 30 на 40 картины. А здесь 20 на 17. На 16-й канве 20 на 17. Похожи, кстати, домики между собой. Похожи. Если бы я выбирала какой-то из этих домиков, вот я не знаю, какой бы я выбрала. Они очень-очень похожи. Так, дальше. Вот такая серия. Просто шикарная. Эхинацея, шиповник. Обалденная серия, но на 18-й канве. Ну, у меня сложности с 18-й канвой. Конечно, при желании можно было бы заменить. Но у меня очень много наборов на 14-й и на 16-й. Поэтому заменять ничего не хочется. Хотя, да, серия классная. Вот еще ромашки, морозник. Но вообще цветы у чудесной иглы просто удаются. Обалденные. Вот они вживую получаются намного лучше, чем на превью счастливого марта. Можете посмотреть у меня на канале. Много готовых работ от чудесной иглы. Даже те, что вышиты нитками Bestex. Первые нитки у них были Bestex. Нитки плохие, но результат вообще шикарный. Так, чайные розы. Маки. У меня вот эти маки есть. Как только они вышли, то я их сразу же в свою коллекцию приобрела. Вот такие еще тоже маки, розочки. И вот еще пионы и лилии. Вот четыре набора тоже из одной серии. У меня есть розочки и есть пионы. В принципе, тоже очень красивые и маки, и лилии. Но я их пока еще не приобрела. Вообще, классные такие наборы для рукодельниц. Вот потому что, смотрите, я не сразу обратила внимание. Здесь игольничка. Здесь ножнички. Здесь тоже ножнички. Здесь вот пяльцы. Ну и нитки, видите, какие, да, ниточки. Ну, в общем, прям такие наборчики для рукодельниц. Фонарики. Ой, ну, конечно же, эти фонарики очень многим девочкам понравились. У меня тоже два фонарика есть из этой серии. Выбирала я фонарики, где больше цветов. Вот такой фонарик я выбрала. Это, по-моему, галициния цветы. Вот. И вот такой вот с пионами, с розочками. Тоже здесь галициния. Вот. Но есть более такие изящные. Вот с розочками такой. И вот такой фонарик. Ну, в принципе, на любителя, да. Кто любит больше цветов, кто любит попроще. Ну, думаю, что вот здесь, где поменьше цветов, то лучше бы заменить на равномерку, на линду. Вот. Или на лен. Вот. Ну, очень красивые эти фонарики в готовом виде. Так. Дивный сон. Сейчас модные ловцы снов. Есть у всех производителей. Но как-то я к ним равнодушна. Даже на черной вот конве есть. Ну, к черной конве тоже равнодушна я. Я вам просто говорю свое мнение. Вы, конечно же... Конечно же, у нас вкус с вами отличается. Я просто вам говорю, что бы я приобрела, что мне нравится. Смотрите, здесь бусинки. Вот такие красивые бусинки, стразинки пришиты. Вот этот, наверное, ловец снова будет очень красивый. Вот такими вот украшениями. Дивный сон. На 14 конве размер 27 на 50. Ого! А размерчик-то приличный. 27 на 50. Мулине и стразы используются. Да. Симпатичный. А так дальше, дальше, дальше. Дальше у меня есть тоже такая серия. Кстати, у меня почти все наборы из этой серии есть. Осенний букет, июльский, летний, весенний, зимний. Ну, вот просто на любой вкус. А вообще должно было быть 4 сезона, но летних получилось 2. Ну, действительно, летний очень красивый. С ягодками мне нравится больше. Но это тоже замечательно. Здесь ежевика. Вот, очень красиво. Очень красиво. Так, дальше розочки. Вот этот букетик тоже очень симпатичный. Особенно салфеточка. Простенько и со вкусом. Это старый их набор. Но я тоже его приобрела. Он мне давно нравится. Я приобрела его, этот наборчик. Он есть в моей коллекции. На 14 конве вышивается. Ждет своей очереди. Вкус лета. Размер 24 на 26. На мире вышивки есть наборы от чудесной иглы. И, кстати, новинки есть. Вот такие еще классные. Окошечки. Вот две корзиночки. Одна из этих корзиночек у меня есть. Окошечки два, по-моему. Да, вот второе окошечко. Так, далее. Вот эти вот сюжеты очень похожи на сюжеты Ланарте. Мне они напоминают сюжеты Ланарте. Но если учесть, сколько стоит Ланарта и сколько стоит чудесная игла, то, конечно же, очень даже такой классный вариант. Бюджетный. Вот эти розы, они обалденные. Королевские розы. Вот эти розы есть у Алисы и есть у чудесной иглы. Я вышивала от чудесной иглы нитками Bestex. Картина обалденная. Я сестре ее подарила. Очень красивая картина. Несмотря на то, что нитки были плохие. Набор Алисы стоит подороже. Там нитки Гамма. Кстати, я не знаю, какими нитками сейчас комплектует вот этот набор фирмы чудесная игла. Но раньше там были нитки Bestex. Вот такой есть у меня наборчик. Тоже очень красивый букет полевых. Кстати, у меня вот много от чудесной иглы есть наборов. Ну, потому что я люблю эту фирму. Мне нравятся их схемы, нравятся их дизайны. Ну, и нравится их цена. Что скрывать. Вот этого наборчика у меня еще нет в моей коллекции. Но вот хотелось бы его на 14-й конве «Ласковый май». А он вживую очень смотрится красиво. Вот этот ласковый май. Обалденный наборчик. А, кстати, я думала, что он на 16-й конве вышивается. А он, оказывается, на 14-й. Значит, точно нужно его приобрести. Павлины. Есть у меня такие тоже павлины. И вот такие павлины есть. Это один из первых наборов, которые я приобретала в свою коллекцию. Павлины. Так, это небольшая работа космея. 18 на 24. Розочки. 25 на 12 сантиметров. Кстати, если взять 16-ю конву, на шкатулку красиво будет. Я начала шкатулки оформлять. Смотрю, многие девочки тоже сейчас шкатулки оформляют. И вот многие дизайны, они не подходят, не вписываются в шкатулку. Вот. Так что вот здесь чудесные иглы. Можно подобрать дизайны. Вот этот, если на 18-й конве вышить. Розовый шиповник. Так, птички красивые. Красивый роман. Сова. Сова 22 на 27. Есть у меня в начатых процессах вот это семейное гнездышко на 14-й конве. 19 на 25 сантиметров. Очень красивая работа. И вот эти бабочки. Они небольшие, недорогие. Кстати, вот у меня есть тоже вот такой набор на шкатулку. Вообще идеально. Обалденно будет смотреться, девочки, на шкатулке вот этот набор. Серию вот этих бабочек я приобрела. Вот тоже в предыдущем видео показывала. Вот их три бабочки. И тоже у меня эта серия есть. Розочка еще одна. Маки. Ну, в общем, чудесные иглы. Пейзажи и цветы удаются лучше всего. Милый сердцу. Тоже, кстати, небольшой наборчик. А такой миленький. Очень нравится мне вот этот наборчик у них. Ну и, конечно же, девушки. Очень красивые. У меня есть бриллиант души моей. Пока еще не начинала. Не знаю, когда начну. Очень красивые девушки. Боярыни за чаем. У меня есть еще их первая разработка. Боярыни. С арбузом сидит. Кстати, уже сняли с производства этот набор. И в продаже, по-моему, его уже нигде нет. У меня есть в моей коллекции. Тоже мечтаю его побыстрее вышить. А вот эти три набора, все три у меня вышиты. Это здоровье, богатство и любовь. Вот все три картины у меня вышиты и оформлены. Тоже есть у меня на канале. Обалденные. Смотрятся намного лучше, чем на превью. Ну, в принципе, и на превью они здесь красивые. Но вживую нисколько они меня не разочаровали. Работы просто обалденные. Так, дальше, дальше. Вот эти розы и фуксии. Тоже классные картины у меня есть. Но это на 16-й уже конве. Здесь рисунок пионы. Пионы здесь похож на картину, нарисованную маслом. А я, кстати, не очень люблю акварельные картины, когда они нарисованы маслом. Вот здесь похожи такие мазки, как будто нарисованы маслом. Нет, я люблю смотреть картины, но когда они вышиты, не очень. Вот тоже акварельный рисунок. Вечер в Венеции. Ну, это для любителей. Конечно же, много девчонок любят акварельные рисунки. Вот эта очень красивая картина у меня есть. Здесь вышивается лентами. Сначала Адриатика называется набор. Сначала вышивается крестом, а потом сверху вышивается лентами. Я люблю смешанную технику. Я вышиваю лентами. У меня есть готовые работы лентами. Ну, не часто я вышиваю, но вышиваю. Вот, кстати, вот из этой серии во французской стороне, Дольче Вито. У меня много наборов есть. А вот эта Дольче Вито уже готовая. Кстати, вот я сейчас ее вам и покажу. Она здесь у меня стоит. Вот мы сейчас с вами на балконе. И вот она оформленная. Стоит на столе у меня здесь. Видите, очень красивая получилась. Подробности у меня есть на канале и про оформление. Я близко показываю про багет. Все рассказываю. Если интересно, подписывайтесь на канал, смотрите. Вот, Дорога к храму. Тоже есть у меня этот набор. Очень красивый. Благословенный край. Они, кстати, похожи. Но я выбрала Дорога к храму. В принципе, вот однотипные я наборчики стараюсь не покупать. Вот есть у меня вот этот Дорога к храму. Поэтому вот этот второй я не покупала. А вот это очень красивая картина. Любимая дача, естественно. У меня такой набор в коллекции есть. Лебеди. Лебеди. Вот вы знаете, вот сколько смотрю наборов от Чудесной иглы. Ну, мне все хочется. Сергей в посад. Так. Это у нас Вечерний звон. Тоже есть у меня такая картина. Я видела готовую эту картину. Ко мне Аня приезжала. Привозила эту картину готовую. Очень красивая. Обалденная. Просто вот 3D эффект. Очень красиво. Вот это мне нравится картина. Вечерняя заря. Кстати, вот у меня ее нет. Его нет, вот этого набора. Но я думаю, что в готовом виде тоже вот эта картина будет смотреться обалденно. Очень-очень красивая. Золотая осень. Золотая осень. Тоже мне нравятся осенние сюжеты. Но я выбрала наш уголок. У меня есть наш уголок. То есть здесь просто листва. А здесь домик. У меня есть от Алисы лес и там олень. И как-то похож. Поэтому я вот на этот не особо внимания обратила. Здесь нет оленя. Вот если бы здесь был олень, вообще было бы замечательно. Или хотя бы маленький олененочек. Вот это очень красивая зимняя сказка. Вот тоже я на него смотрю. Вот смотрите, какое небо. Не знаю. Вот наши наборы чудесные игла мне напоминают наборы Dimensions. Только в три раза цена меньше. Ну, в два, может. Вот эти вот наборчики, они тоже подороже. Они больше тысячи. Ну, может быть, в два. А некоторые даже и в три. Вот такие еще. Эти поменьше картины размером. Вот эта, правда, большая, 33 на 40. А вот рядом, которая 15 на 20, она поменьше. А водопад. Очень красивый водопад. Кстати, вот хочу водопад. Вот этот водопад мне очень нравится. На острове Мечты называется набор. Вот эта беседка тоже очень красивая. Царство красоты. Тоже у меня ее нет. Так. Как в сказке. Вот эта девушка очень красивая моя богиня. А знаете, только единственное, что мне не нравится. Вот эти желтые блики на платье. Можно, конечно, их заменить на какой-то другой цвет. Я не знаю. Иногда я смотрю на эту картину, она мне очень нравится. А иногда смотрю, она мне кажется пиксельной. Не знаю почему. Двоякое какое-то у меня впечатление от этой картины. Иногда хочется, а иногда думаю, не надо мне ее. Вот этот задний план очень красивый. Вот что мне нравится. У чудесной иглы все проработано. И задний план продуман, и передний. То есть нет такого, что на переднем плане большое изобилие каких-то деталей. А задний план там зашивается все одним цветом. Нет. Здесь вот и задний план тоже очень интересно вышивать. Видите, какие горы, речка. Вот этот, кстати, тоже пьянящий аромат. Очень красивый набор. Но я его не покупала. Вот здесь тоже на кувшине очень много розовых бликов. Я, конечно, понимаю, что это отсвечивают цветы. Ну, не знаю, как-то вот бывают какие-то небольшие детали. Они меня немножечко как-то охлаждают мой пыл. Скупить все наборы чудесной иглы. Но, понятно, должна же я хоть что-то забраковать. Не могу же я скупать все подряд. А вот этот наборчик у меня вышит. Какая вкуснота. Это Ричард с Мурзилкой. Наш Ричард. Кстати, с нашим Ричардом здесь очень много картин. Вот эту вот я начала вышивать. Нет, но пока еще не вышла. Вот это не спаниель, но тоже напоминает нашего Ричика. Вот, кстати, много у них рыжих собак. Вот рыжие котики. Ой, вот эти такие миленькие котики. Нежная забота. Собачки. Вот такой еще у меня есть наборчик. Это точно наш Ричард. Когда мы его забирали в мороз под Новый год, я связала вот такую же шапочку и хотела на него одеть. Думаю, мы его засунем за пазуху и на голову оденем ему шапочку, чтобы он не замерз в мороз. Но шапка оказалась такая огромная, что мы вот так вот притчика туда в эту шапочку посадили. Вот прям точно наши Ричи напоминают мне, как мы его забирали. Это миниатюрки. Вот такие маленькие наборчики детской серии. Их очень-очень много. Очень-очень много. Единорог. Всем известные хомячки. Их уже многие эти хомячки вышли. А у меня они еще пока лежат. У меня не все хомячки. У меня вот этот, который повесился, висит на дереве. И вот этот вот радостный. Я люблю с цветочками. Грустненького вот этого я не покупала. Вот очень красивые хомячки. Вот этот ангелочек очень красивый. 12 на 15. У меня он есть. Вот, кстати, тоже на шкатулочку. У меня все. Либо на баночку, на крышечку, либо на шкатулочку. Ну, это я так вам тоже идеи подаю, куда вы можете оформить. Так, ну все. Очень рада я, что мне прислали именно этот каталог от Чудесной Иглы. Потому что он... Потому что фирма Чудесная Игла у меня всегда была в любимчиках. Ну и в завершении видео я хочу вам рассказать, как получить 7% скидку за ваш видеоролик, размещенный на Ютубе. Вы снимаете ролик, загружаете его на свой канал, берете ссылку на этот ролик и вставляете эту ссылку в комментарий к следующему заказу. То есть, когда вы делаете заказ, у вас есть там комментарии к заказу, и там пишите «хочу получить скидку за видео». И обязательно туда вставляете ссылку на ваш ролик. Все делается легко и просто. Главное немножечко потрудиться. Кто хочет, идемте со мной на канал «Солнечный цветок». Вскрывать этот эко-куб и сажать карликовое гранатовое дерево. На канале «Вышивка плюс» я заканчиваю свое видео. Большое спасибо вам за просмотр. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok